Ровно сто лет назад была принята первая советская конституция. Она определила основные принципы устройства новой России, где власть отныне принадлежала только трудящимся, рассказывает Кирилл Гуцков. Первая в истории конституция социалистического государства была принята 10 июля 1918 года пятым Всероссийским съездом Советов. Государственная власть стала принадлежать только трудовому народу. Документ был передовой во всех смыслах. Самое главное же, что он закреплял это завоевание Октябрьской революции. И в первом разделе там проходили ключевые моменты, касающиеся национализации природных богатств, национализации промышленностей и банков, перевода всего этого в общенародное достояние. Эта конституция коренным образом отличалась от существовавших на тот момент в мире. В ней провозглашались главные принципы социального государства. И они легли в основу не только последующих конституций СССР, но и конституций западных стран. Там закреплялись такие фундаментальные вещи, которые до сих пор являются недосягаемой мечтой для сотен миллионов жителей нашей планеты. Это право на труд, право на бесплатное образование, право на бесплатное здравоохранение и очень много других социальных гарантий. Дело в том, что конституции буржуазных стран на тот момент отвечали только к вопросу политических прав буржуазного общества. Конституция 1918 года впервые в истории человечества гарантировала социальные права трудящимся. И во всех советских конституциях, вплоть до 1977 года, слово «гарантированно» сохраняется. В нынешней, так называемой Ельцинской конституции, эти права декларируются, но не гарантируются. Идеи социального государства попраны. Начиная с 90-х годов продолжается наступление на эти права. И то, что сегодня происходит с пенсионной реформой, это как раз один из шагов по поэтапному отъему у граждан тех самых гарантий, которые им были предоставлены в советское время. Коммунисты подчеркивают, либеральные принципы, которые провозглашает сегодня основной закон, отвечают интересам не народа, а небольшой группы олигархов. Выход в продолжении борьбы трудящихся за свои права. Кирилл Гуцков, Красная линия.